Здравствуйте! В этом ролике мы покажем вам пример реального процесса, разработанного на платформе Electronic. В данном процессе робот будет считывать информацию из файла настроек, затем открывать новостной сайт и извлекать оттуда последние новости по указанным в файле настроек поисковым запросам. Результат будет сохраняться в Excel-файл, где каждый лист будет содержать новости по одному поисковому запросу. Рассмотрим подробно все шаги. Робот открывает конфигурационный файл, который состоит из двух листов. Первый лист «Настройки» позволяет задать количество извлекаемых новостей, папку, где будет храниться файл с результатом и ссылку, которую робот будет использовать в качестве шаблона для поиска. Второй лист содержит поисковые запросы, по которым робот будет извлекать последние новости. Здесь вы также можете указать, как будет называться лист с таблицей по соответствующему запросу в результирующем файле, а также попросить робота не осуществлять поиск по какому-либо запросу, чтобы вручную постоянно не добавлять и не удалять строки таблицы. Далее робот открывает сайт Яндекса, вводит в него поисковые слова из таблицы файла с настройками и извлекает информацию о последних трех новостях, которые отображает Яндекс. Робот извлекает источник новости, время, заголовок, описание и ссылку. Эти данные робот сохраняет в результирующий Excel-файл. Сейчас мы откроем папку, где он как раз и будет храниться. Как мы видим, папка пустая. А теперь давайте запустим процесс и посмотрим на его работу. Я сейчас открываю робота, навожу на кнопку старта и запускаю процесс. Итак, мы видим, что робот открыл новости по первой теме из конфигурационного файла. Сейчас он извлекает информацию по последним новостям. Как было сказано ранее, количество извлекаемых последних новостей можно изменить в файле настроек. И на данный момент это число равно трем. Формат Excel-файла с настройками был выбран не случайно. Дело в том, что с этим форматом обычно удобно работать любому пользователю, так как все выглядит наглядно и легко меняется. Что касается новостного ресурса, то вы также можете использовать любой другой новостной источник для подобных действий, ведь принцип алгоритма никак не изменится. Сам робот был разработан за достаточно короткие сроки. Потребовалось всего менее одного рабочего дня, чтобы заложить логику, добавить действия, переиграться с настройками и отладить робота. Сейчас мы дождемся, когда робот завершит извлечение новостей по последней теме и посмотрим на результат. Что ж, робот завершил работу. Давайте посмотрим на то, что он сделал. Мы видим, что в папке с результатом появился только что созданный роботом файл Excel. Давайте откроем его. Вот такие последние новости робот извлек по запросу НДС. Давайте откроем сам новостной ресурс, откуда эти новости извлекались, и сравним результат. Как мы видим, по крайней мере заголовки, описание, время и источники совпадают. Теперь же давайте откроем непосредственно ссылку одной из новостей и сравним с той ссылкой, которую извлек робот. Если мы внимательно посмотрим, то увидим, что ссылки действительно совпадают. Робот извлек ровно то, что мы и хотели. По другим поисковым запросам робот также смог извлечь последние три новости со всей необходимой информацией. Вот таким получился результат. Теперь кратко коснемся структуры робота. Он состоит из двух подпрограмм. Первая подпрограмма непосредственно считывает файл с настройками и сохраняет эти данные. Вторая же подпрограмма циклично перебирает все поисковые запросы из конфигурационного файла, осуществляет сам поиск и сохраняет результат. Вот так выглядит один из реальных процессов на нашей платформе. Как мы видим, он достаточно полезный, гибкий, масштабируемый и при этом легкий в разработке. Спасибо за внимание и успехов в автоматизации! Субтитры создавал DimaTorzok